Наш вебинар будет о новой функциональности, которая появилась в 14 SQL, это работа с данными в памяти, так называемый OTP in Memory. Ну и как обычно возникает про новые технологии множество вопросов. Прежде всего, зачем это нужно, как это работает, как мы с этим можем с вами работать, как мы можем с вами это использовать, какие есть подводные камни, какие есть ограничения, как мы с вами должны принимать решения на этапе планирования наших проектов, на этапе проектирования наших решений. Ну и опять же, чем раньше мы с вами избавляемся от иллюзии про новые технологии, тем нам легче жить. То есть поговорим о том, любимая тема айтишников, про серебряные пули. Что же такое? Вообще, важно понимать, что, во-первых, в SQL сервер, как вы знаете, входит большой набор служб. Мы с вами будем говорить про службу реляционной базы данных, то, что называется SQL Database Engine. Но эта служба тоже является гибридной, то есть она позволяет разработчику использовать совершенно разные техники программирования. То есть помимо реляционной техники программирования, ну, которая на самом деле одна из мощных техник, мы с вами можем еще использовать объектные техники программирования, используя CLR. Например, можем очень серьезно обрабатывать данные с помощью XML, поскольку есть встроенные типы XML, есть базовая поддержка схем XML, есть возможность с помощью CLR расширять операции работы с XML. Причем, опять же, в плане объектных баз данных, есть другие известные продукты, такие как Jim Stone, InterSystem Cache. В плане XML это Sedna, кстати, российская база данных, MarkLogic Server. Также в Database Engine есть очень интересный функциональный сервис-брокер, который позволяет нам на уровне баз данных SQL делать мощные решения по интеграции приложений. Вместе с автоматизацией процессов. Аналогом таких решений может быть, опять же, продукт от Microsoft Beats Talk, либо решение от Torkel, IBM. Это все достаточно дорогие и сложные продукты. И поэтому очень интересно то, что у разработчика базы данных есть возможность с помощью сервис-брокера, не создавая мощной инфраструктуры, тем не менее, решать вот такие задачи, связанные с интеграцией приложений. Ну, а тема сегодняшнего нашего с вами общения, это будет именно рассмотрим технику работы in-memory, как мы с вами можем размещать таблицы в памяти, как мы с вами с ними можем работать. Опять же, эта тема на рынке достаточно популярная. Мы с вами видим, что и IBM, и Oracle, и Facebook, они разрабатывают такие технологии. Причем у каждой компании есть несколько направлений разработки этих технологий. Oracle покупает другие, в том числе и продукты, и TimeStand, который он купил недавно. Есть режим работы in-memory, такой популярной базы данных, как SQLite. И также мы с вами, начиная с 14-й версии, можем использовать с вами эту возможность для OTP, то есть для транзакционных баз данных. Ну и, собственно говоря, зачем мы с вами это все делаем? Понятно, что мы с вами не будем делать работу ради работы. У нас с вами есть какие-то требования по производительности, есть какие-то проблемы с производительностью, где-то нам не хватает каких-то ресурсов. Здесь важно выбрать оптимальную для нас статегию. Конечно же, если нам бюджет позволяет, мы с вами можем пойти по пути вертикальной масштабирования, когда мы с вами увеличиваем аппаратные ресурсы нашего сервера базы данных. То есть мы с вами можем ставить более мощные процессоры, мы с вами можем увеличивать объем оперативной памяти, мы с вами можем расширять, заменять наши дисковые подсистемы, ставя там мощные рейды, либо ставя дисковую систему на SSD. И, конечно же, это тоже важный компонент наших решений. Можно пойти другим путем. Это когда мы с вами начинаем делать уже горизонтальное масштабирование, когда мы с вами начинаем работать с артектурой нашей системы. И при этом у нас с вами получается некая специализация сервера. То есть мы вместо одного мощного универсального сервера создаем для себя некий конвейер из серверов. И у нас данные перетекают с одного сервера на другой, создавая такое ворот-слово между собой. Честно говоря, это такой мой достаточно любимый способ оптимизации системы, поскольку он достаточно несложный, он экономичный по ресурсам, он позволяет достаточно обеспечить надежную конфигурацию. Поэтому я при возможности стараюсь его использовать. Есть также третья стратегия оптимизации. Кто занимался оптимизацией программ, кто занимался оптимизацией баз данных, мы с вами знаем, что именно оптимизация программ – это бесконечный процесс, с другой стороны, опытный разработчик может найти достаточно простые возможности для того, как решить проблему где-то с качеством кода, где-то там некорректно написан запрос, где-то некорректно обработана транзакция, там хранимая процедура написана не совсем корректно. И оказывается, что вот такие ошибки, ну скажем так, даже не ошибки, а просто не совсем чистый код, он может иметь очень серьезные последствия для производительной системы. И если у нас с вами есть опыт по оптимизации именно программы, то в некоторых случаях это будет такой оптимальный вариант, потому что мы с вами экономим ресурсы вместо того, чтобы закупать аппаратные компоненты. Мы с вами не усложняем систему, развивая ее архитектуру в плане горизонтальной оптимизации, но здесь есть маленький нюанс. Для этого нужен определенный опыт. А вот если мы с вами захотели попробовать использовать для оптимизации базы данных памяти, то здесь возникает интересный момент. Что можно сказать, это гибридная стратегия оптимизации, поскольку для того, чтобы мы с вами начали работать с этой технологией, нам, во-первых, надо обеспечить с вами соответствующую оперативную память. То есть раз мы с вами говорим, что база данных в оперативной памяти, значит этой оперативной памяти должно быть достаточно для нашей базы данных. Это первое. Во-вторых, мы с вами должны также обеспечить улучшение такого аппаратного компонента, как процессор, потому что если в обычной ледиционной базе данных нагрузка больше идет на вот вывод, то когда мы с вами размещаем данные в памяти, то там процессор тоже становится узким местом. Может быть даже в большей степени, чем вот вывод. Поэтому здесь вот комплексное решение возникает, что улучшение аппаратных компонентов нам с вами, скорее всего, потребуется. Нам, может быть, их не хватит для стратегии оптимизации размещения базы данных в памяти. Затем дальше, для очень больших баз данных это тоже может быть не универсальное решение, когда мы с вами не сможем, во-первых, все данные разместить в нашей памяти, поэтому мы с вами захотим разместить только горячие данные в памяти. То есть, соответственно, у нас будет с вами уже некая дифференциация по задачам. Какие задачи у нас с вами оффлайн, какие задачи у нас с вами онлайн, какие задачи у нас с вами hotline. И вот, собственно говоря, hotline – самые горячие задачи. Там, где у нас с вами возникает узкий бутылочный горлышко, вот именно это те кандидаты на то, чтобы мы с вами использовали такую стратегию оптимизации. Ну и как мы с вами дальше посмотрим, использование техники оптимизации размещения данных в памяти потребует переработки кода. То есть, нам потребуется наш код переписывать. То есть, нам потребуется рефакторинг. Соответственно, мы с вами видим, что наша стратегия оптимизации будет достаточно сложной. Само не получится. Ну вот здесь давайте мы с вами уже от оптимизации системы перейдем к практике оптимизации баз данных. Опять же, вспомним классические подходы, как мы с вами используем для оптимизации наших запросов работы с индексами. Это основа основ. Дальше мы с вами работаем с транзакциями, с блокировками. С помощью диагностики находим узкие места. Дальше мы с вами стараемся настроить с помощью уже модификации кода более эффективное управление транзакциями. Дальше, конечно же, важный момент – это настройки операционной системы и настройки аппаратных компонент. Если у нас с вами редакция Enterprise, мы с вами также можем использовать секционирование. Это вот вспомнили мы с вами классические методы оптимизации баз данных. И если у нас с вами есть компетенция опытные разработчики по базам данных, то мы можем с вами сделать рефакторинг. Помимо переработки вот именно хранимых процедур запросов базы данных, очень такое, может быть, хорошее решение это разработка сервера приложений. По сути дела, мы с вами это у нас будет решение по горизонтальному масштабированию, когда часть нагрузки мы с вами переносим на другой сервер, убираем его с базы данных, при этом мы с вами можем обеспечить лучшую отзывчивость обработки наших запросов, и мы с вами можем обеспечить также эффективную стратегию кэширования данных. Это очень важный момент, то, что преимущество сервера приложений. Но здесь, конечно, нам потребуется опытный разработчик. Ну и как раз же новые возможности данные в памяти, это на самом деле тоже потребуется опытный разработчик базы данных, то есть мы с вами решили не делать серверы приложения, а мы с вами решили сделать такую интенсивную обработку данных в памяти на стороне СУВД. Но при этом у нас возникает ограничение. Это, во-первых, редакция Enterprise и требуется 64 бита системная платформа. То есть, к сожалению, у нас возможность работы с данными в памяти, с таблицами в памяти, она доступна только в Enterprise. Если у нас с вами не Enterprise, то мы с вами тогда можем рассмотреть другие техники. Ну и вот, собственно говоря, мы с вами можем дальше обсудить, какие сценарии использования мы с вами можем рассматривать кандидаты на ускорение операции, что у нас является узким местом. В базе данных у нас может быть большой объем вставки новых записей, может быть высокий уровень обновления данных. И тогда у нас возникает типичное узкое место в обычной радиационной базе данных это блокировки. Соответственно, когда мы с вами будем применять InMemory, мы с вами здесь получаем преимущество, то что у нас устраняется конкуренция, уже не будет такой нагрузки на журнал транзакций. Также нам может помочь техника InMemory, если у нас с вами большие операции чтения данных. То же самое устранение конкуренции, максимальный быстрый доступ к данным. Во многих случаях на стороне базы данных у нас может быть интенсивная работа с бизнес-слойкой. Вот я, честно говоря, пишу достаточно много хранимых процедур на стороне сервера. Причем это может быть как изначально спроектированная база данных, так это может быть и как техника оптимизации системы. Когда мы с вами видим, что какие-то клиенты, что запросы у клиента начинают тормозить, мы с вами разбираем текстуру системы и во многих случаях перенос обработки данных с клиента на сервер базы данных это может ускорять. Поэтому обработка бизнес-слойки на стороне сервера это тоже стандартная классическая техника оптимизации и с помощью InMemory мы можем с вами получать из нее максимальное преимущество. Ну и как мы с вами говорили, когда нам требуется обеспечить максимальную отзывчивость системы, когда нам нужно с вами минимизировать задержки в работе транзакций, когда это требуется делать практически в реальном времени, раньше нам приходилось сделать для этого сервер-приложений, либо использовать специализированные решения, сейчас мы можем уже попробовать использовать для этого InMemory и обеспечить хот-лайн, то есть обработки данных на лету. Ну, также нужно вспомнить, что в SQL Server есть еще такая технология для хот-лайна это Stream Insight, которая появилась с версии 2008 R2. Но еще есть одна классическая задача, когда нам нужна информация о сеансах, причем нам даже не обязательно обеспечить надежность данной информации, например, сеансы в веб-сервере, но нам важно обеспечить максимальную производительность работы с такими данными, и это тоже кандидаты на оптимизацию с помощью InMemory. Если, коллеги, какие-то возникают вопросы, дополнения, сразу можете писать в чат, либо посключаться голосом, то есть можем общаться в режиме диалога. Ну, вот рынок баз данных InMemory, он уже достаточно зрелый, ну, и нужно честно сказать, что Microsoft до сегодня не был таким заметным игроком на этом рынке, да, конечно, в 12-й версии появился InMemory Allab, то есть когда мы с вами могли делать колоночные индексы для хранилищ, вот, в 14-й версии появилась как раз уже ограниченная OTP InMemory, но вот сразу же с первой реализации Microsoft смог реализовать достаточно интересные для заказчиков параметры работы своей системы в плане соотношения цена и производительность. Вот мы с вами видим результаты независимого теста презентации, там есть ссылочки, то, что можно посмотреть, где это все оценивается, и мы с вами видим, что вот на базе данных 10 терабайт исход 2014 смог успешно конкурировать с уроком и с другими известными вендорами. Это, честно говоря, впечатляет. Ну, понятно, конечно, что здесь много зависит от баланса оптимизации, в том числе и аппаратных конфигураций. То есть хорошее железо и хорошее СОБД, это дает очень производительную систему. То есть Microsoft уже в открытую конкурирует с известными грандами рынка, такие как хоро, хоро, бея, плане производительности. Мы можем их с вами сравнивать. Так, Теперь давайте мы с вами поговорим про ядро Исколь-севера. Здесь мы с вами видим архитектуру Исколь-севера как процесса. Видим, что в Database Engine добавили специальные компоненты. Вообще для клиента работа с данными в мемори либо на диске она будет прозрачной, что клиент будет в любом случае обращаться с помощью SQL. Но вот у нас с вами в Database Engine появились специальные компоненты, которые перехватывают обращение к таблицам в памяти. Query Interop Этот компонент Также у нас появились компоненты, которые позволяют нам при создании таблиц в памяти и при создании хранимых процедур выполнять компиляцию этих объектов в бинарный код, причем в нативный бинарный код на C. И вот это очень важный момент для понимания. То есть принципиально важно понять, что у нас и данные и хранимые процедуры и представления, которые связаны именно с таблицами в памяти, они будут не просто храниться, они будут компилироваться на C, будут храниться как данный файлстрим, бинарный поток. И за счет этого мы как раз с вами и получаем максимальную производительность доступа к таким данным, что сами данные прямо извлекаться будут в бинарном формате и максимальную производительность хранимых процедур. То, что у нас сами хранимые процедуры будут работать как скомпилированные в нативный код на C, и это будет обеспечивать максимальную производительность работы с такими процедурами. Это важный момент, чтобы мы сами осознали, что у нас и данные хранимые процедуры компилируются в бинарный код. Но при этом, конечно же, есть ограничения, которые нужно сразу же понимать, насколько они для нас важны. Еще раз повторяю, что и memory мы сами можем использовать только в редакции Enterprise, также она доступна в developer либо evaluation, для того, что мы сами могли оценить. И в 14-й версии программисты Microsoft не успели обеспечить стандартные фичи работы с данными, то есть, например, даже команды alt-table либо alt-pros не будут работать, оказывается, нам их придется пересоздавать. Это, конечно же, не такая серьезная проблема, но вы понимаете, что хранимые процедуры придется сначала удалить, потом их заново создавать. Если мы захотим поменять таблички, это значит, что нам придется данные сохранить в другом месте, потом таблицу удалить, заново ее создать в новой схеме, потом загрузить данные обратно. В принципе, технически ничего сложного в этом нет, но требуется внимательность, и это все равно в любом случае дополнительная техническая работа. все устойчивые таблицы в базе данных не могут быть размером больше 250 гигабайт, а у нас база данных мог быть намного больше, но, как мы с вами раньше говорили, это нас заставляет именно четко понимать архитектуру нашей системы и четко понимать горячие данные. То есть именно горячие данные это кандидаты на то, чтобы мы самих переносили в таблице в памяти. При этом нам потребуется на диске дополнительное место, причем как минимум требуется двойное дополнительное место, поскольку там в фоновом режиме будет убираться мусор, а при выполнении транзакции этот мусор будет накапливаться. Дальше мы с вами поговорим, как это все работает. Очень старые процессоры могут не заработать, требуется, чтобы процессоры поддерживали современные инструкции. Мы с вами видим пример этой инструкции. Но если вы недавно собирали свой сервер, год, два, три назад, это не должно быть для вашей проблемы. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас повышается нагрузка на процессоры, и здесь мы с вами должны аккуратно выбрать вместе с нашим вендором оптимальная конфигурация по процессорам. Есть ограничения по сокетам, есть ограничения по количеству ядер, и для того, чтобы у нас была максимальная производительность ввода-вывода, нам также требуется включить быструю инвентаризацию файлов, когда у нас файлы базы данных будут расти без переписывания нового места нулями. Дальше давайте мы с вами вспомним, что в 12 SQL у нас появились колоночные индексы, это тоже интересная техника, но эти индексы были не обновляемые, и мы с вами их использовали только для хранилищ, почему? Поскольку они не поддерживали транзакции, при этом эти индексы строятся по-другому, чем обычные табличные индексы, если обычный табличный индекс строится по строкам, то колоночные индексы строятся уже по колонкам, за счет этого обеспечивается максимальное сжатие данных, у нас с вами больше данных могут помещаться в оперативной памяти, соответственно у нас с вами падает нагрузка на систему ввод-вывода, что собственно говоря и дает серьезный выигрыш по производительности в целом системы. При этом также за счет сжатия данных мы с вами можем в эти индексы закладывать больше колонок, то есть у нас может быть ситуация, когда мы с вами все данные положили в такой колоночный индекс, что собственно говоря мы с вами и можем делать в хранищих данных. Но в LTP это у нас работать не будет. хотя опять же в принципе мы с вами могли делать гибриды сами разделять данные на архивные и на живые данные делать таблицы в виде дельт так называемая техника разделения данных на архивные таблицы и на живые данные. Вот и эта технология у нас называется Memory Lab то есть она предназначена для хранилища для быстрого изучения большого массива данных. В 14 SQL у нас с вами эта технология развилась в том плане что сам принцип построения индекса по колонкам он остался но вот у нас стали поддерживаться транзакции за счет того что изменения данных хранятся в отдельном хранилище так называемый Delta Store а для удаленных строк у нас имеется специальная карта которая помечает удаленные строки то есть таким образом у нас с вами не выполняется операция Update так же как она выполняется в обычной традиционной базе данных а операция Update это дорогая операция поскольку это одновременно Delete и одновременно Insert а здесь у нас такого нет здесь у нас просто изменения строки будут писаться как новая строка а старая строка будет помечаться как устаревшая и потом сборщик мусора будет ее удалять в фоновом режиме то же самое касается удаленных записей при этом таблицы в памяти мы с вами для них также обеспечиваем надежность обработки данных то есть полная поддержка транзакций а мы можем с вами в запросах совмещать доступ к обычным таблицам и к таблицам в памяти в обычных транзакциях тоже мы можем одновременно работать с этими данными но при том еще раз напоминаю что данные исходимых таблиц транслируются все и компилируется в машинный код как структура данных большое преимущество возникает в этом плане то что во первых у нас с вами не будет проблем как с блокировками данных так у нас с вами не будет проблем с защелками когда система на нижнем уровне контролирует совместный доступ к страницам данных и для реализационной базы данных это серьезная проблема поскольку это может очень серьезно влиять на производительность при массовых ставках данных большого количества пользователей здесь у нас структура данных без защелок соответственно с вами здесь не будет конкуренции по параллельной записи данных ну и последний важный момент то что мы с вами уже начали об этом говорить версионность данных то есть каждое изменение записи в таблице оно не будет переписываться это не будет настоящий апдейт это будет вставка новой версии записи таблицы то есть соответственно у нас с вами таблица становится версионным хранилищем записи и здесь возникает с одной стороны значительные преимущества по производительности с другой стороны мы с вами как разработчики как администраторы должны знать особенности как это все работает поскольку для хранения версии нам как раз и требуется дополнительное пространство и также нам потребуется специальная техника программирования работы с такими таблицами дальше мы с вами тоже об этом поговорим так дальше таблицы в памяти могут быть двух видов мы можем с вами делать такие таблицы устойчивыми то есть нам требуется чтобы эти таблицы сохранялись как обычные данные но при этом мы с вами хотим обеспечить максимальную производительность работы с такими таблицами то здесь у нас обеспечивается с вами полноценная поддержка транзакции надежность хранения данных на диске то есть работает так называемый механизм чекпоинт он также работает здесь вот либо же мы с вами хотим сделать временные таблицы тогда мы с вами тоже создаем таблицу в памяти но она у нас будет неустойчивая то есть это значит что данные не будут сохраняться транзакции не будут писаться и такие таблицы будут более производительные чем например таблицы в базе данных TMDB поскольку временные таблицы в TMDB но либо например большие либо например табличные переменные они тоже будут писаться в TMDB они работают как обычной таблицы там вот есть все проблемы с блокировками все проблемы с водом выводом и как раз здесь может быть интересный сценарий когда мы с вами временные таблицы в неустойчивые таблицы памяти и оцениваем какой нам здесь дается выигрыш в плане производительности так теперь давайте мы с вами посмотрим а как это все выглядит как мы с вами должны делать нашу базу данных для того чтобы мы с вами могли создавать в ней таблицы в памяти давайте возьмем стандартную учебную базу данных AdventureVox посмотрим на свойства этой базы данных и нам здесь важно вначале посмотреть на файловые группы вот мы видим что в 14 SQL добавилась еще одна группа для файловых данных Memory Optimized Date то есть это файл стрим но файл стрим специализированный именно для работы с данными в памяти вот именно в этой группе данных будут храниться в комплинированном виде сами данные и хранимые процедуры то есть первое что мы должны создать мы должны создать файловую группу соответственно мы должны в этой файловой группе затем создать уже файл который поддерживает нам будут храниться эти данные и вот после этого мы сами уже можем создавать таблички в памяти в обычном дизайнере мы с вами не можем создать таблицу то есть для того чтобы создать Memory Optimized Table мы сами это можем сделать с помощью скрипта давайте посмотрим пример как это создается с помощью скрипта вот мы сами видим пример еще раз создали базу данных увеличим разрешение создали специальную файловую группу добавили файл в нашу файловую группу здесь мы с вами для сравнения производительности создаем обычную табличку на диске и затем мы с вами создаем уже таблицу в памяти и дальше обратите внимание мы с вами привязываем нашу таблицу с помощью опции with к нашей специальной файловой группе в неявном виде то есть не надо указывать через он саму файловую группу нужно просто указать опцию что это у нас таблица оптимизированная в памяти также обратите внимание что есть опция которая нам позволяет говорить о том что у нас таблица должна быть персистить то есть мы хотим с вами чтобы она сохранялась на диске либо же мы с вами можем создать опцию scheme only и тогда у нас это будет временная таблица которая будет не сохраняться при перезапуске сервера и у нас не будут писаться транзакции на диск здесь мы видим пример как создаются такие таблички еще обратите внимание на то что таким образом мы с вами создаем индекс для нашей таблицы это индекс типа хеша дальше мы с вами чуть попозже про индекс поговорим еще вы видите здесь пример хранимой процедуры которая делается для таблиц памяти то есть мы с вами говорим о том что эта хранимая процедура должна быть скомпилирована в бинарный код в ней мы с вами можем работать только с таблицами в памяти обратите внимание на привязку к схеме данных то есть создавая такие хранимые процедуры вы уже не сможете так просто поменять таблички вам вначале придется все хранимые процедуры удалить потом поменять ваши таблицы потом заново все все таблицы создавать вот затем обратите внимание что мы здесь с вами должны указывать контекст безопасности execute as caller то есть по контекст безопасности вызывающего пользователя он недоступен он не работает в текущей версии здесь мы с вами можем указывать либо владельца либо конкретную роль либо конкретного пользователя и также интересно то что вместо begin transaction у нас внутри храним процедуры будет begin atomic это специальный вид транзакции его важная особенность то что он поддерживает автоматический роллбэк в случае сбоя то есть в обычной транзакции нам надо сами специально это обрабатывать а когда мы пишем такую процедуру то у нас автоматически повышает надежность коллеги повторяю если какие-то вопросы замечания сразу же пишите в чат либо спрашивайте ну давайте еще раз посмотрим пример скрипта как создается устойчивая таблица здесь важный момент дальше мы с вами об этом поговорим то что поскольку нельзя делать alter table то у нас все настройки там и индексы констрейнты какие-то дефолты мы с вами должны их определять сразу же в одной команде соответственно в 14 версии расширился синтаксис транзакты с куэля и у нас появилась сейчас возможность при создании таблицы сразу же задавать все ее параметры в том числе индексы так дальше мы с вами смотрим пример как мы с вами создаем неустойчивую таблицу это например у нас таблица для сессии нашего веб-сервера и вот мы с вами видим что вот это параметры durability схемы only вот так мы с вами создали временную таблицу которая будет работать быстрее чем таблица в mdb теперь давайте поговорим про важные моменты что касается работы создания таблицы памяти но для меня честно говоря было очень печально что в таких таблицах я не могу поддерживать автоматические ограничения внешнего ключа то есть в плане целостности данных это нам придется самим реализовать в виде хранимых процедур то есть какие-то ошибки связанные с программными ошибками и так далее это все будет на совести разработчика также поддерживается контроль уникальности помимо первичного ключа нельзя делать чеки выражения для проверки проверочного ограничения и нельзя делать триггер дмл то есть с точки зрения целостности данных механизма контроля данных это конечно же серьезные ограничения здесь получается плата что мы с вами с одной стороны опустились на более низкий уровень работы системы поскольку у нас с вами уже данные будут обрабатываться в виде нативного кода бинарного формата с другой стороны мы здесь платим с вами сложностью логики нам придется все это писать в логике проверки также у нас с вами не поддерживаются large объекты то есть var char max var binary max nvar char max это все не будет работать ну и в принципе это как раз понятно что для максимальной производительности мы с вами для таких таблиц должны выполнять вертикальное секционирование когда в таблицу памяти мы с вами выносим те колонки которые самые горячие самые часто используемые да и это как раз у нас не должны быть большие объекты а вот все такие большие колонки мы с вами выносим в другую таблицу которая уже должна быть на диске при создании таблицы в памяти мы с вами обязательно должны создать хотя бы один индекс при этом есть ограничение что только 8 индексов мы с вами можем создавать обратите внимание что нам во многих случаях придется вместо нула использовать суррогат иначе у нас индексы не заработают а Microsoft рекомендует вместо нула использовать значение минус единичка также при сортировке мы с вами можем использовать только сортировку BIN2 соответственно особенности национальных языков кирилляки другие там ее и прочее это уже может поддерживаться не точно есть ограничения по псевдонимам типов есть ограничения по вычисляемым стартам но здесь это не такая проблема потому что мы можем с вами создать представление там где у нас с вами столбец будет собственно говоря во view находиться вот и для таблиц памяти у нас с вами есть два типа индекса есть так называемый non-clustered индекс он похож на обычные индексы для таблиц только он называется не B3 а BW3 позволяет нам также выполнять поиск по диапазону но при этом его особенностью является то что он не хранит одинаковых ключей за счет этого он более компактный а вот именно связи между строками с одинаковыми данными у нас с вами выполняется на уровне самих строк то есть строки имеют так называемые поинтеры указатели на другие строки и обычно мы с вами создаем именно не кластерные индексы для таблиц памяти для оптимизации обращения к конкретным строкам например по какому-то значению мы с вами можем использовать уже хэш индексы они позволяют нам быстро выполнять операцию lookup и мы с вами видели примеры когда мы с вами эти хэш индексы могли создавать прямо при создании таблицы причем как для одного поля так и для нескольких полей то есть этот индекс также может быть составным и вот если вернуться к предыдущему примеру давайте вот мы сюда с вами посмотрим при создании хэш индекса мы с вами должны указать его размер то есть сколько ячеек будет в этом индексе в данном случае 400 тысяч это значит что у нас будет развлечение строк по хэшу в виде 400 тысяч значений хэша вот при этом если строк в таблице будет больше то у нас сами строки таблицы будут между собой связаны через указатели это работает как для хэш индекса так и для нон-кластер индекса то есть у нас получается связи между строками есть как на уровне индексов так и на уровне самих строк вот в плане производительности нам здесь важно поддерживать следующий баланс если нам нужно с вами экономить память то мы с вами будем делать меньшее количество этих корзин да то есть будем делать меньшее количество параметров bucket count если же у нас таблица большая мы с вами хотим ускорить доступ к конкретной записи то есть хотим чтобы лукап извлечение строки по какому-то значению работает быстрее тогда мы с вами этот параметр будем увеличивать ну здесь как раз мы с вами видим структуру строки таблицы в памяти давайте разберемся с заголовком строки мы с вами уже говорили про то что сами строки пишутся версионном формате то есть нету физического апдейта да а есть просто вставка новой версии данных при этом старая версия считается уже устаревшей и вот как раз время жизни строки контролируется за счетом двух параметров здесь мы с вами видим начальный номер транзакции когда запись была создана то есть когда был выполнен insert первоначальный да либо был выполнен апдейт для строки а здесь мы с вами видим параметры когда у нас сори эта строка была устарела то есть когда у нас с вами выполнен либо апдейт и у нас создана новая версия этой строки а это уже строка является устаревшей да либо у нас с вами был delete эта строка уже помечается как на удаление и сборщик мусора потом перекомпилирует нам наши данные и она будет удалена но не сразу же затем обратите внимание что в зависимости от количества индексов у нас создаются еще выделяются дополнительные места на указатели когда у нас там строки с одинаковыми ключами да они уже не увеличивают размер самого индекса да они организуются в такие цепочки это тоже техника оптимизации операции ввода вывода так чтобы у нас был максимально компактный размер как самих данных так и индексов в совокупности то есть это принципиальное отличие от индексов обычных таблиц что если много дубляющих данных у нас сами индексы не будут расти вот а не кластеризированные индексы они логически похожи на обычные индексы таблиц на дисках то есть у них также есть деревья также на нижнем уровне идут уже ссылки на строки данных но при этом я повторяю что дубли ключей они не будут дублироваться в самом данных индекс они будут обрабатываться за счет указателей уже на строках данных в совокупности такая техника нам дает выигрыш в плане производительности мы можем с вами создавать для оптимизации доступа к нашим данным несколько хэш индексов при этом в заголовке строк у нас для каждого хэш индекса будут выделяться свои указатели ну и давайте мы сейчас с вами сравним производительность выполнения запросов таблиц мы с вами вначале очистим все данные для демонстрации обратите внимание что для таблиц памяти нам нужно с вами добавить уровень изоляции поскольку обычный уровень изоляции read committed он не поддерживается у нас была бы ошибка иначе затем мы с вами сбрашиваем кэш данных и кэш скриптов таким образом ну и затем мы с вами запускаем уже тестовый скрипт выполняем массовую вставку в обычную таблицу затем мы с вами выполняем массовую ставку в таблицу в памяти ну и делаем то же самое только уже с помощью хранения процедуры которая скомпилирована так я у себя на компьютере тестировал миллион записей вот вы видите результат что там 18 половиной секунд было для обычной таблицы для таблицы в памяти было 8 почти 9 секунд и самый быстрый результат более чем 10 раз нам давала хранимка в памяти чтобы здесь нам с вами много времени не тратить давайте я уменьшу счетчик итераций и посмотрим как на этом компьютере у нас будет какой результат запускаем выполнение видим время выполнения что для обычной процедуры это у нас почти 2 секунды таблица в памяти дала нам тут же выигрыш более чем в 2 раза что уже неплохо собственно говоря просто уже размещение таблицы в памяти например memory дает уже большой результат memory было бы еще быстрее вот и максимальный выигрыш от работы с данными мы с вами получаем если мы с вами создаем храним процедуры для вставки данных то есть это конечно же необходимый компонент оптимизации разработка храним процедур дальше ничего интересный момент то что помимо оптимизации ввода вывода есть не менее важный фактор как у нас работают транзакции вот давайте посмотрим еще пример скриптов мы здесь с вами вставляем в обычную таблицу запись и тут же проверяем какие у нас с вами блокировки висят до конца транзакции и вот мы с вами видим что есть уровни блокировки начиная с базы данных затем идет блокировка на страницу и идет блокировка на ключ и когда мы с вами работаем с обычными таблицами это неизбежное зло мы с вами здесь ничего не можем поделать то есть соответственно будут возникать неизбежные блокировки при параллельных конкурентных модификациях данных а для таблицы в памяти мы уже имеем только блокировки на уровне базы данных и только блокировки на уровне схемы то есть сами данные уже на уровне страниц данных и ключей не будут блокироваться что будет обеспечивать нам как раз максимальной производительности то есть узкое место для обычных таблиц при массовых ставках она здесь как раз решается коллеги вопросы просто важный момент в плане понимания хочу на нем сделать акцент дальше давайте здесь мы с вами более подробно рассмотрим как у нас формируется версионность данных при транзакции вот мы с вами видим что у нас идет транзакция в ней выполняется несколько операций по модификации данных и у нас какая-то строка делается устаревшей то есть помечается что она устарела на конец транзакции обратите внимание что есть счетчик начала транзакции есть счетчик конца транзакции и вот мы с вами видим что какая-то строка у нас устарела у нее счетчик стал конец транзакции какая-то транзакция у нас актуальная вот мы с вами видим что у нас появилась новая транзакция и вот таким образом таким образом мы с вами видим что таким образом ускоряется операция модификации вставки данных но за счет этого растет мусор на диске почему нам с вами требуется резерв пространства для для хранения версии данных далее техника для разработки храневых процедур для таблиц памяти которые у нас будут компилироваться она уже будет другая мы с вами видели что синтезис отличается мы с вами уже там будем использовать конструкцию Atomic а не BeginTran вот и также отличается техника обработки ошибок если в обычных храневых процедурах в обычных скриптах нам нужно с вами использовать технику TryCatch и нам нужно было с вами отслеживать статус транзакций то в транзакциях с таблицами в памяти нам уже не нужно это делать поскольку в случае ошибки у нас транзакция будет автоматически откачена и мы с вами ничего даже не сможем поделать по умолчанию у нас с вами будет использоваться вестионность записей в случае необходимости мы с вами можем конечно же повышать уровень изоляции задавая уровень repeatable read либо задавая уровень serializable вот но мы с вами не будем знать о коллизиях об ошибках до тех пор пока у нас транзакция завершится когда наша транзакция завершится мы с вами и узнаем о том что были коллизии либо у нас данные поменялись которые мы сами прочитали либо у нас были вставлены новые записи то есть то есть если в обычной транзакции мы с вами у нас возникало ожидание либо мы ждали либо нас ждали другие пользователи то здесь никакого ожидания не возникает но в самом конце проверяются конфликты если были какие-то коллизии то мы получаем ошибку вот и в общем случае рекомендуется простая стратегия обработки таких ошибок то что нам требуется повторно запускать транзакцию вот это тот важный момент для разработчиков баз данных с чем нужно поразбираться надо понять как это все работает и какие тут уже нужно использовать другие подходы для того чтобы обеспечить и надежную и производительную работу системы особенности работы хранимых процедур для таблиц памяти как мы с вами говорили нельзя изменить хранимую процедуру понятно что мы можем с вами процедуру удалить поменять ее реализацию и создать ее заново то есть это может быть не так страшно если у нас есть время простое обслуживание намного более серьезная проблема то что мы с вами не можем обновлять статистику для нашей хранимой процедуры то есть хранимая процедура будет работать оптимально на момент создания ее а затем с изменением базы данных ее план выполнения не будет никак оптимизирован он может устареть и нам потребуется с вами пересоздать хранимую процедуру именно из-за того что у нас статистика устарела и уже хранимая процедура не оптимальная внутри хранимой процедуры мы можем с вами работать только с таблицами памяти нельзя использовать другие объекты то есть другие храним процедуры обращаться к представлениям к функциям нельзя использовать сложные запросы и встроенные функции есть ограничения по множественной вставке строк нельзя пропускать колонки то есть требуется всегда указывать все колонки для таблицы не поддерживается delete и update вместе с from не можем с вами использовать уровни изоляции грязно чтения либо read committed не сможем использовать табличные выражения и есть конечно же серьезные выражения серьезные ограничения по синтезису и сквей то есть нам с вами придется обойтись без ор придется обойтись без in not like кейс обращаем внимание на кейс это очень мощная техника не будут работать пивот анпивот ранжирующие функции и так далее вот что с этим делать вот как раз здесь нам потребуется с вами стратегия специализации то есть вот этот код должен будет заточен только на выполнении каких-то базовых операций логику связанную уже с более сложным обработкой данных мы с вами должны будем переносить разделять в другие компоненты нашего решения вот а также нельзя использовать временные таблицы временные процедуры но это понятно мы как раз с вами хотим перейти от временных таблиц к неустойчивым таблицам да и нельзя использовать курсоры тоже в принципе понятно здесь они нам в принципе наверное не нужны а вопросы коллеги ну то есть видим да что разработчику придется с этим поработать чтобы понять да как как ему решать задачи как ему строить уровни логические системе видим с вами пример как создается хранимая процедура здесь у нас с вами хранимая процедура выполняет обновление данных мы передаем набор параметров указываем опцию native compilation это значит что внутри хранимой процедуры мы с вами работаем только с таблицами в памяти вот они дальше мы с вами запускаем транзакцию с помощью команды begin atomic указываем уровень изоляции и указываем язык это обязательные параметры commit транзакции либо rollback транзакции писать уже не нужно то есть она либо выполнится либо нет то есть обработка успешности выполнения данной хранимой процедуры должна выполняться на более высоком уровне то есть на стороне приложения либо на стороне там скрипта который вызывает данных процедур так теперь давайте мы с вами посмотрим нагрузочное тестирование как мы с вами можем сделать так у microsoft появилась интересная утилита которая позволяет нам достаточно просто симулировать нагрузку на наш сервер сейчас мы с вами эту утилитку посмотрим открывается недоступ на самом деле она у меня даже дальше есть на слайде вот она называется rmail utilities можно ее легко найти и она позволяет нам симулировать нагрузку на сервер при этом у нас появились в системных представлениях специальные представления чтобы мы с вами могли оценивать нагрузку на память вот например мы с вами можем с помощью такого запроса посмотреть текущее потребление памяти вот мы с вами видим сколько всего потребляется памяти в мегабайтах ну пока немного да там в пределах 2 гигабайт можем с вами детализировать более детально посмотреть для наших объектов вот мы с вами уже развернули более детальное представление видим как для таблиц потребляется память видим как для индекса потребляется память также мы можем с вами посмотреть размер файлов в виде контрольных точек там где у нас накапливаются с вами данные дельты тоже можем сделать детализацию это мы с вами смотрим до нагрузочного теста да и вот такие представления можно как раз смотрели того чтобы оценивать прогресс как у нас меняется параметры работы нашей системы при нагрузочном тестировании присмотрите дальше когда вы скачали rms утилиту то мы с вами можем ее вызвать через специальный command prompt rmail command prompt есть приложение острес можем посмотреть справку для этого приложения вот мы с вами получили набор параметров давайте увеличим эти параметры посмотрим что здесь интересное и вот есть интересный параметр n он нам показывает сколько одновременно подключений у нас с вами будет создаваться то есть какую нагрузку мы сами хотим сделать для параллельной работы пользователей и сколько итераций должно выполниться для нашего тестового кода который мы с вами должны отдельно представить вот таким образом мы с вами можем задавать нужную нам нагрузку ну и также можем сохранять необходимые нам логи выполнение нашей процедуры и прочее вот я тестировал опять же на своем компьютере вот мы можем сейчас с вами взять прогнать тест для таблицы памяти обратите внимание что здесь мы с вами видим что у нас будет с вами 50 одновременно подключений и при этом будет тысяча итераций посмотрим за сколько это выполнится в принципе достаточно существенная нагрузка на базу данных видим пример кода то что у нас будет там выполняться команда insert в цикле опять же вставляем вставляем данную код и он запускается на выполнение так это выглядит то есть вот у нас создалось с вами 50 потоков да и сейчас система отрабатывает 50 одновременных подключений в которых отрабатывается наш тестовый запрос ждем пока он выполнится пока у нас выполняется тестовая нагрузка коллеги какие-то вопросы может быть коллеги интересно напишите пожалуйста в чат кто уже сам начал работать с данными в памяти для обмена опытом так коллеги смотрим что у нас с вами выполнился наш запрос и он выполнился за 57 секунд когда я тестировал нагрузку для таблиц на диске то у меня получилось 50 раз больше видите вот это время давайте посмотрим что более чем 50 раз поэтому сейчас мы конечно с вами можем запустить эту нагрузку но она будет выполняться больше часа получается вот здесь мы с вами видим существенное преимущество для таблиц памяти и за счет размещения данных памяти и за счет блокировок то что мы здесь получили большое преимущество еще важный момент когда вы будете тестировать такие нагрузки обратите внимание на баланс нагрузки вот здесь я когда тестировал обычные таблицы мы сами видим что процессор он не перегружен но зато у нас высоко нагружена является система ввода вывода вот мы с вами видим что процессор был небольшой пик а потом собственно говоря уровень его нагрузки не максимальный а при этом мы с вами видим что вот вывод работает интенсивно ну и мы с вами знаем что это типичное узкое место при обработке данных памяти у нас с вами баланс нагрузки на сервер меняется это важно тоже планировать когда вы будете делать обратную конфигурацию то здесь уже немаловажно какой будет процессор то есть видно что уже процессор на такой операции загружен максимально ну и при этом вот вывод также загружен не менее интенсивно то есть получается что таблицы в памяти они будут максимально грузить все компоненты и процессор и оперативную память и систему ввода вывода конечно же мы сами посмотрели то что есть серьезные ограничения версии 14 и по синтаксису и технические параметры и не все наши задачи могут с такими ограничениями выполняться я посмотрел документацию что у нас есть в 16 SQL и там конечно же Microsoft делает серьезное развитие технологии in-memory мы сами видим что для каждой базы данных размер данных увеличен до 2 терабайт а имейте ввиду что у вас на сервере должны быть эти все терабайты при этом у нас сняты многие существенные ограничения по типам данных работает уже альтер команды модификации хранилик процедур и таблиц мы сами можем делать перекомпиляцию хранилик процедур если у нас статистика обновлена мы сами можем делать уже вложенные вызовы процедур можем вызывать уже скалярные функции можем делать с вами дмл триггеры можем более гибко работать с налогой колонками вот можем использовать также другие колышны то есть настройка на наших национальных языках будет работать как для колонок индекса так и для колонок данных восстановили поддержку констраинтам в том числе внешних ключей уникальность восстановили поддержку многих важных инструкций для SQL такие как внешние джойны или нот юнион distinct exist nin in и прочее восстановили поддержку с клиентской стороны то что у нас будут работать множественные в коннекции пользователей будут работать множественные наборы данных вот и дизайнер таблиц также будет работать с такими таблицами памяти то есть можно сказать что именно в 16 версии SQL Server у нас уже будет такая более удобная более полноценная поддержка таблиц и храню процедур памяти вот коллеги спасибо за внимание